Пришли в бассейн, сначала забыли ключ, потом забыли полотенце, Денис пошел за полотенцами, я уже потихонечку загораю. Приехали в Коскалотес купить муки для оладушек и, может быть, еще чего-нибудь вкусненького. Сейчас покажу, как тут все выглядит. Рыбное отдел за килограмм осьминога 135 бат. Хочу посмотреть еще какую-нибудь вкусную лапшу, но не острую, потому что я сегодня ела вот такую вот с птичкой сырную и она была очень острая. А мне бы хотелось чего-нибудь без чили. Наверное, не острый нет. Здесь в супермаркете даже диваны продают. У меня здесь спагетти со скалотеса, они из рыбы положили всего вот эти вот четыре кусочка маленьких, а тут кимчи. По вкусу, как наша квашеная капуста, только немножко слуховатая и привкус перца чили. Так неострая, кстати. Стагетти вкусный, очень вкусный соус, он какой-то сливочно-чесночный, со шпинатом и с чем-то еще, но мало ли бы. Приехали в какое-то местное кафе у нас на районе с морепродуктами. Принесли рис с морепродуктами. Это самая маленькая порция, которой у меня и была. Заказала креветки в кляре, но у креветки больше моей руки. В общем, размер моей головы, размер креветки. Приехали заправить байк и едем дальше кататься по крестности, потому что мы здесь, в этом районе, раньше не были особой, и мы будем смотреть, что тут правда. Мы приехали на Джамкен. Сейчас посмотрим на закат. Солнце скоро садится, и в 6 часов вечера открывается ночной рынок на Джамкене. Там продаются всякие шашлычки, смузи, коктейли, в общем, всякие вкусные штуки. Будем пробовать и отдыхать. И хотя бы помимо, это просто так, что я сама не могу, чтобы это было. Так, так, так. Вот так. Солнце скоро стоит. Продолжение следует... Время 12.24, иду за кофе и фруктами. У нас возле магазинчика иногда стоит будка, ну не будка, такой перевозной байк с фруктами холодными. Я надеюсь, они сейчас там будут стоять, если нет, придется идти на рынок покупать там. Фруктов, конечно же, не оказалось, поэтому я сейчас пойду на рынок, куплю ананасов, манго, питайхай, что-нибудь такое вкусненькое. И я видела где-то там рядом кофе, потому что в 7-11 кофе только маленький, вот в таких стаканчиках, и он не горячий, они наливают холодное молоко, и получается какой-то ели теплый кофе, от которого нет никакого удовольствия. Поэтому сейчас зайдем на рынок в кофейне и пойдем домой завтракать. зашла взять капучины, только маленькие размерчики, точно так же, как и в 7-11, но надеюсь, он будет хотя бы горячий. и сейчас еще надо зайти в 7-11 взять петерброд. Очень жарко, потому что он ходить вообще невозможно. Музыка Приехали в Starbucks взять кофе. Вообще мы приехали в Tukol, это магазин с компьютерами, с техникой, всякой. Мне нужен коврик для мышки и чехол на телефон. Но параллельно будем пить кофе, какой-нибудь фуркучино в карамельник. Забрали в Starbucks макиято карамельник, горячий. И, как обычно, это очень долго. Они почему-то все очень долго делают. Мы опять минут 15, чуть ли не 20 ждали кофе, просто два стакана. Потому что там особо никто не торопится. У меня на ужин курица, бурый рис, кимчи и салат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...